Доброе утро! Сегодня 7 июня, четверг, в студии Бедерниса Гусейнова. Сегодня ровно в полдень прямая линия с Владимиром Путиным. В 16-й раз президент ответит на вопросы россиян. На этот час поступило более полутора миллионов вопросов. Их все еще можно задать по разным каналам, по телефону, на официальном сайте moscvaputin.ru и через социальные сети в виде смс и ммс-сообщения, а также в видеоформате. Исполняющий обязанности главы Дагестана принял участие в совещании у председателя Наблюдательного совета Государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергея Степашина по вопросам реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Владимир Васильев озвучил просьбу направить в Дагестан группу специалистов для оказания помощи в решении имеющихся вопросов. В регионе планируется в течение месяца выработать четкий алгоритм действий для окончательного завершения реализации вышеупомянутой программы. Сергей Степашин поддержал данную инициативу, заявив, что сотрудники фонда готовы содействовать республике. Жизнь, отданная служению народу. Вековой юбилей видного политического и общественного деятеля Дагестана и России. Первый секретаря Дагестанского обкома КПСС Магомед Салама Умаханова отмечает в республике. Соответствующий указ подписал Владимир Васильев. Уроженец села Цудахар Магомед Салам Умаханов начинал карьеру в 30-е годы в Комсомоле. В годы войны дошел до Берлина. Долгие годы представлял Дагестан в Верховном Совете СССР. Он внес большой вклад в поддержку и развитие республиканской науки и культуры о человеке эпохи Эльмира Алхаматова. В стране отметили день рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. В этом году гению русской литературы исполнилось 219 лет. С его творчеством знакомят всех еще со школьной сканье. Ведь Пушкин не просто великий поэт, но и один из создателей русского литературного языка. О том, как подошли к дате в республике, узнала София Кемилова. Вряд ли среди дагестанцев старшего и среднего поколения найдется человек, который, услышав имя Магомед Салама Ильясовича Умаханова, не скажет. Достойный, мужественный сын Дагестана – личность. Фронтовик, комсомольский партийный вожак, лидер по духу, крупный организатор и общественный деятель. Он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана. Он оставил о себе яркую, светлую память в сердцах современников и следующих поколений. Умаханов – выдающийся сын Дагестана. Это не человек, который принадлежит Судахару. Это человек, который принадлежит району. Это человек, который принадлежал нашей стране, принадлежит сегодня и будет дальше принадлежать всему нашему обществу, всему Дагестану. Магомед Салам Умаханов – выдающийся государственный и общественно-политический деятель, дипломат, первый секретарь Дагестанского обкома КПСС. Он любил, ценил молодежь, доверял ей, умело и талантливо направлял усилия областной комсомольской организации на решение созидательных и воспитательных задач. Не случайно в рядах комсомола Дагестана выросло немало крупных государственных, политических, общественных деятелей. В годы Великой Отечественной войны Магомед Салам Ильясович храбро сражался против фашистских захватчиков. Почти 10 лет он отдал службе в рядах советской армии. На стенах Рейхстага начертаны славные имена советских воинов, водрузивших над ним Знамя Победы. Одно из таких знамен было водружено на крыше самого высокого здания в районе Панково, отважной группой из четырех воинов 525-го стрелкового полка, возглавляемого капитаном Магомед Саламом Умахановым. Это был подвиг, конечно. За этот подвиг вся эта группа была награждена высокими наградами. Магомед Салам Ильясовичу было вручено боевое красное знамя органа. В 30-е годы Магомед Салам Умаханов учился в дагестанском рыбопромышленном техникуме, где отличную учебу сочетал с общественной деятельностью. Уже тогда он отличался целеустремленностью, способностью быстро принимать верные решения. Находил время и для учебы, и для общественной работы, и для спорта. Один из оксакалов на похороны подошел ко мне и сказал, люди такого масштаба уходят, чтобы остаться навечно. Желаю вам всем здоровья, благополучия, радости. Спасибо, что вы помните и храните в сердце память Магомеда Саламу Ильясовича. Спасибо. Благодаря инициативности Магомед Салама Умаханова и его команды, руководители предприятий и отраслей промышленности Дагестан, вышел на новый уровень развития. И это достижение навсегда вписано в историю горного края. Новости культуры. Завтра в 16 часов театр поэзии приглашает на поэтический вечер искусства перевода, посвященный переводчикам Расула Гамзатова. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана. Вход свободный. Пушкинский день сегодня в стране отмечает день рождения великого классика. В этом году гению русской литературы исполняется 219 лет. О том, как к дате подошли в республике, узнала София Кемилова. В его честь называют школу, университеты, театры, музеи, рестораны, улицы и даже города. Он – визитная карточка нашей страны. Светила русская поэзия Александр Сергеевич Пушкин всегда в тренде. Им зачитывались, как 100 лет назад, так и сегодня, как в России, так и за рубежом. Но там, кстати, меньше. А все потому, что невозможно передать на иностранном языке его изящный русский слог. И поэтому именно в его день рождения вся страна отмечает День русского языка. Самые известные бакимбарды страны. Этот профиль знаком всем с детства. Творчество и биографию гения изучают со школьной скамьи. Какие произведения написал классик и какие факты из его жизни вы знаете? С этими вопросами мы обратились к горожанам. Знаю много его произведений. Значит, самая любимая моя – это «Маленькие трагедии» Моцарта и Сальери. Я читала, что Пушкин не очень был в детстве обласкан своей матерью. Сказка о царе Салтане Пущину, роман Евгения Онегин, например. Пушкин, он рос под заботой своей бабушки, и родители не особо за ним ухаживали. Его ямбы и хорея, как доказательства, русский язык и в самом деле великий и могучий. Это при том, что в детстве поэт разговаривал только на французском. Однако сказки няни Арины Родионовны разбудили в нем любовь к родной речи. Отрывок из поэмы Руслана Людмила дети не учили наизусть. Его они рассказывают, глядя на эти пиктограммы на доске. Так они лучше понимают смысл произведения. Мы разбирали это стихотворение, пытались его запомнить с помощью метода пиктограмм. А это именно мы делаем мелкие зарисовки основных слов. И с помощью этой зарисовки пытаемся его воспроизвести на память. Вот так, с помощью моторики дети постигают азы скорочтения. Она позволяет не только лучше освоить информацию, но и значительно сэкономить время. Радио России. Дагестан. Спорт. Трансляция матчей чемпионата мира по футболу будет организована на Анжи-арене. Большой экран для болельщиков смонтирован на одной из парковок на территории стадиона. Здесь собраны три блока трибун с общим количеством посадочных мест на 300 человек. Планируется, что здесь каждый день будут показывать хотя бы по одному матчу чемпионата. Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня матчем сборных хозяев из Саудовской Аравии. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается. Местами дождь, гроза. В горных районах сильный дождь. Возможен град. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. При грозе шквалистого усиления до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 25-30 градусов. По Приморским районам 23-28. В горах 15-20. Местами до плюс 25. В Махачкале во второй половине дня ожидается дождь, ветер северо-западный. Днем юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 25-27. Тепла. Вода в море 20 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедерниси Гусейнова, редактор Шерипат Шульгина, звукорежиссер Амумина Талиева. О событиях дня 18-10. А мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей. В эфире Радио России Дагестан.